Здравствуйте, друзья! В сегодняшнем уроке вы увидите... Но прежде чем начать, хочу поблагодарить всех, кто нам помогает. Мы рады сообщить вам, что снова используем наш канал на YouTube и с целью его более быстрого развития планируем изменить способ, которым будем знакомить вас с нашими видеоуроками. Мы будем регулярно загружать один полный урок из каждого курса совершенно бесплатно на нашем канале, и каждый, кто заинтересуется соответствующим курсом, сможет приобрести его полностью по ссылкам в описании под видео. Курсы на нашем новом сайте будут дешевле, чем на предыдущем, потому что мы решили, что самое важное – это вы, наши зрители. Не будем скрывать, что сейчас мы сталкиваемся с трудностями, и будем благодарны каждому, кто сможет пожертвовать любую сумму. Оставляем ссылки для пожертвований на PayPal, Patreon и Revolute. Все пожертвования будут потрачены на покупку материалов – карандаши, кисти, краски, аренда помещения, где мы рисуем и другое. Будем рады, если кто-то из вас также станет членом нашего канала. Но даже если у вас нет такой возможности, снова благодарим вас за то, что вы с нами. Мы – одна семья. И не забудьте подписаться на канал, нажать на колокольчик, поставить лайк, поделиться видео и оставить комментарий. Спасибо вам! А теперь вы можете насладиться полным уроком из наших курсов. Сейчас тоже будет два варианта. Мы готовим наш лист. Сегодня мы дадим... А, сегодня я хочу вам показать... Так, что-то у меня здесь есть бумаги. Казалось, что он неровно очерчен. Сегодня мы порисуем теми цветами, которые никогда я до этого не показывала. Это будут розовые, сиреневые оттенки. Рисовать мы будем с вами весенние крокусы при помощи тонкой кисточки. Владение тонкой кисточки необходимо во многих жанрах. Это касается не только росписи, различного вида росписи, жёстого, северного вида росписи, но и иконопись, например. Также владение тонкой кистью очень нужно нам для создания сувениров. Это прекрасная тренировка и развитие фантазии именно данного мини-курса. Итак, сейчас я... Чуть-то лист бумаги у меня здесь отрезан неверно. Проверю здесь второй лист бумаги. Нормально. Сейчас мы будем с вами рисовать более простой вариант. Ну, нарисован он будет с одним цветком. Один цветок у нас будет нарисован по амплитуде от центра 0,5 см. То есть отсюда мы откладываем 0,5 см и даём цветок. Итак, наш цветок будет в виде овальчика. Вот мы его сделали в виде овальчика. Раскроем его, цветочек. Вот так. И заполним его первым элементом. Вторым. И вот здесь мы с вами сделаем закрывашку. Немножко выйдем за границу. То есть чуть-чуть. Вот так. Так, чтобы у нас было как чашечка вот такая. Здесь мы можем показать тоже лепесточки. Вот такого плана. Здесь мы закроем чашечку. Вот. И нарисуем здесь с вами листики. Для большого бутона нужна поддержка листиков. Они подходят максимально близко, но не дотрагиваются до нашего цветочка. Около этого цветка у нас будет здесь веточка с элементами каких-нибудь колокольчиков, например. Вот первые цветочки легенькие. Здесь мы тоже можем дать папоротничек. Первые травинки. На этой работе я вам покажу, как здесь можно нарисовать мотылька. Вот в этом пространстве мы делим пополам. Даем ему направление и нарисуем небольшого мотылька. Вот так. Теперь мы делаем то же самое с этой стороны. Здесь делаем папоротник. Он будет у нас с одной стороны. Так называемая половинка папоротника. Вот сюда мы дадим бутончик. Нашего цветочка. Итак, здесь у нас будут травинки более простые. Для первого варианта. Вот такой у нас рисунок. Сейчас я сфотографирую. Опять карандаш здесь поломался у меня. Сейчас я заточу карандашик. Сфотографирую работу. Третий карандаш почему-то ломается. А дело в том, что говорят, что если падали карандаши при транспортировке, они ломаются внутри. И как ни точи, они все равно будут ломаться. Итак, сейчас я сфотографирую наш эскиз предварительный. И теперь буду рисовать при помощи красок. Итак, какие нам нужно взять краски. Сотрем лишние линии, кроме линии границы. Немножко уберем плашмя резиночкой. Яркие графитные полосы. Иначе у нас очень сильно не видны. Можно использовать резинку-клячку. Можно также старым дедовским способом. Если у вас резинка не очень хорошая, она пачкается. Такое часто бывает. Можно использовать мякиш белого хлеба. Или батона. Очень легко убирает, кстати, вот наш, вот эту черноту. Итак, какие цвета мы возьмем с вами? Возьмем яркий синий цвет. Ультрамариновый. Цвет розовый. Посмотрим, какие нам пригодятся цвета. Сиреневый. Возможно, сейчас я выложу на палитру все оттенки. А потом мы будем с вами варианты выбирать. Голубой. Цирулиум. Чистый. Синий, зеленый, белый. Холодный цвет. Здесь очень важно именно холодный цвет дать. Бледно-зеленый цвет. А также мне бы хотелось здесь ложный зеленый цвет дать. И два желтых, лимонный. И сразу на две работы мы накладываем красочки. И оранжевый. Ой, оранжевый. Простите. Оранжевый, кстати, тоже надо. Я не подготовила. Сейчас я его размешаю. И вот здесь будет лимонный, кадмий и оранжевый. Итак, можно все выполнить в своих оттенках. Можно выполнить только в синих цветах. Как вы уже знаете. А также можно сделать в красных оттенках. Мне хочется сделать такой яркий цветок синего цвета. Если вы уже немножко владеете кисточкой, то вы можете вставочку оставить под цветовую капельку. Дальше. Спасибо. 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 так же синеньким будет у нас вот этот элемент тоже со вставочкой ставочка может быть нежно голубого цвета розового цвета желтого цвета и здесь у нас будет наши колокольчики они максимально близко друг другу и они ровненько вниз смотрят теперь для поддержки мы возьмем и сделаем внизу вот эту веточку ультрамариновым цветом рисовать я буду капельки наискосок если вам тяжело делайте прямо старайтесь как можно ближе их выполнить друг другу вот так теперь мы возьмем зеленый цвет у меня синий зеленый и будем рисовать нашу вот эту вот корзиночку а также тоненькие веточки наши листики какого hell они вот так итак здесь я нарисую усики для поддержки травинки даже если вы нарисовали карандашиком а здесь как-то у вас рука повела вот смотрите вот здесь у меня карандашом нужно повыше нарисовать избегая соприкосновения стараемся рисовать травинки пузатые но теперь будем заполнять светлым цветом и так можно нарисовать другим оттенком голубого розового внутри я нарисую розовым цветом как я уже вам говорила можете другим цветом взять также можно конечно желтым цветом охристым можно цветом только не очень светлым почему потому что будет слишком большой резонанс цвета надо чтобы и не цвет содержал внутри розового здесь у меня ошибка когда высохнет я подкрашу а в виду синим цветом вот эту ошибочку так что мы с вами рисуем ручную рост и вот так теперь мне нужно сделать серединку серединку я буду делать желтым цветом поворачиваю на себя и ставлю капельки как можно ближе к первому элементу раз следующий нас получится 3 таких яруса напоминающий вот как мы делали капельки у нашего капельки оформляли у клубнички теперь мы сделаем здесь перебилки у наших оригинальных виточков посмотрите также мы можем капельки сделать по бокам чтобы нам перекличку дать вот и здесь нам остается нарисовать зеленым цветом травку зеленым цветом травку я беру белый из изумрудным чтобы травка была у меня такая светленькая травки у нас здесь будет немного и каждую травинку можно прорисовать прежде чем мы продолжим посмотрите небольшую часть уроков которые вы получите если приобретете полный курс а 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 Продолжение следует... 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 получился первый очень достойный вариант нашего весеннего букетика я здесь испачкала немножко под отростки если нечаянно вакет . упала берете ватную палочку водичкой и у вас легко это все убирается пока свежие надо только дать чтоб немножко краска высохла то есть она еще не высохла вот только схватилась тогда ее очень легко убирать и так первый наш вариант уже готов мы отправляем его сушку теперь берем второй лист бумаги и рисуем же композицию более сложную финальную композицию такая же композиция на листы лист формата а 5 так называемые большой открытки рисуем линию границы чтобы нас композиция была не фрагментальная а именно букетиком уровень сложности повышена еще потому что мы рисуем с вами вертикальную композицию построение вертикальной композиции более затратно здесь больше нюансов сделать ошибку это вот нужно знать также это относится ко многим росписям так итак мы даем небольшую амплитуду в правую сторону по сантиметра вот сюда мы изгибаем больше в эту направлению потому что вот в этой части у нас будет первый цветочек он будет дотрагиваться до средней линии и нарисованным будет виде вот такого треугольничка такой же цветочек мы рисуем только более изящным сейчас мы рисуем наверно нужно стоит еще больше его закрыть как-то я его сначала размахнула сильно сейчас мы еще большего закроем когда больше закрывается вот вот так значит вот эти линии будет повыше значительно выше и обхватывают с двух сторон тогда вот здесь макушечку мы сделаем вот так вот и и сделаем нашу наш бутон по-другому вот наш цветок кожа готов теперь мы максимально близко к нему повыше делаем другой цветочек вот так чтобы у них посредине было мало места также мы обхватываем максимально двумя лепесточками и здесь у нас под этим крылышу крылом мы элегантную даем линию на ней будем рисовать колокольчики не у нас будет висеть сверху вниз вот так а с этой стороны мы дадим маленькие ландыши сейчас здесь нарисуем одну линию обводку и направление дают вот так ну а дальше у нас будет травинки красивые букетики есть травинки очень красивые сюда и конечно можно нарисовать здесь стрекозку в этом поле мы делим пополам и рисуем две капельки это наше туловище и вот такая стрекозка у нас будет посмотрите также мы можем нарисовать в этой стране мотылек сидящий на на веточке у нас получится очень красивая милая композиция сейчас я чуть поярче виду чтобы сфотографировать вам ее стараемся сделать чтобы у нас максимально подходили друг другу вот так обратить внимание я все время говорила о том что когда цветочки рисуем стараемся рисовать их под небольшим наклоном а здесь у нас как бы колокольчики вниз но так как у нас хвостик у них повернут то они имеют свойство такого поворота это очень красивый вариант очень тонкий стараемся это выполнить максимально точно и вот сейчас мы начинаем рисовать наши нашу сон травы наша сон трава будет сиреневого цвета нежно-сиреневый цвет это кинокридон фиолетовый с белым цветом я буду рисовать саму форму у нашей сон травы не если где-то дотронуться ничего страшного это ручная роспись здесь мы вами уже с этим сталкивались подправить потом можно ввести это можно белым цветом подкрасить не хотелось именно сиреневый показать век наши сон травы вот так больше сиреневого не будет наверное только вот сделаю одну стрекозку сиреневым крылышками чтобы была поддержка все таки делаем и тонкие изящные капельки друг в другу чтобы они стыковались точку теперь мы будем делать наши веточки беру зеленый цвет светло зеленый чтобы он не был очень темным и теперь рисую веточки очень тоненькой линией очень тоненькой линии и вот так и теперь синий зеленым цветом рисую нашей линии подводки к бутончику более сложным вариантом и вот эту травинку страны и страны максимально подходим но не дотрагиваемся стараемся чтобы нигде не дотрагилось теперь мы нарисуем здесь капельки к нашим элементом берем розовый цвет и розовым цветом рисуем внизу разживку для наших цветов цветов вот так только покажем розовым цветом теперь сделаем наши цветочки голубым цветом этот цвет у меня белый с 2 можно немножко черным сюда добавить ну вот делаю я по бокам элементы потом в центре капелька раз таки юбочки и в центре капелька заполняем пространство вот колокольчики сделаем мы синим цветом ультрамарин чтобы было чуть-чуть посветлее я наверное добавлю голубого цвета сейчас чуть-чуть посветлее чтобы не было очень темно лучше чтобы они не плевались но вот эти плелись ничего тут страшно не поделаешь главное чтобы они были максимально длинны друг другу максимально подходили друг другу вот и таким же цветом мы нарисуем здесь только вот так теперь настала очередь разживки интересный и так я беру зеленый бледный желтый зеленый цвет то есть я беру белый изумрудный и лимонный и я добавляю веточку как бы оттенок сбоку у этой травинки у этой травинки не по центру а сбоку у вас как получится может быть по центру получится вот так теперь будем делать рисовать внутри и наша красочка добавим немножко белого цвета вот наши дополнительные элементы чтобы они были у нас поле воздушные берем белый цвет и добавляем разживку внутри нашего наших ландышей импровизированы конечно же вот так есть делаем можно как бы им цветом сделать так же можно сделать беленький разживка на наших элементах цветочков теперь берем розовый цвет потому что травку меня здесь будет изящная розным цветом как всегда травка начинается с маленьких элементов потом набирается элементами которые уже пуза и травки здесь вы попробуете рисовать я на этой композиции хочу сделать их такие травинки воздушные специально чтобы показать что это у нас а вот из на весна как как Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Получается два оттенка. Точно так же я хочу сделать точечки под нашими бандышами. Добавить. Точно так же я хочу туловище сделать у наших стрекозок и мотыльков. Вот так. И поставить тычком. Я беру тычок и ставлю в желтый цвет и краешком на оранжевый цвет. У меня получается вот такой двойной тычок. Половина лимонного, половина цвета оранжевого. Обратите внимание, там урок у нас вышел намного даже меньше по времени, потому что здесь я уже не так много объясняла. Вы знаете уже все приемы, которые по этому небольшому мини-курсу вы прошли. Я постаралась вам максимально донести этот материал, чтобы он вам был понятен, доступен, чтобы вы не разочаровались в изучении графической росписи, чтобы вы продолжили обучение на курсе, понимая, что на таких творческих мини-курсах невозможно научиться и знать все каноны и правила народной традиционной росписи под названием «Хохлома». Ну а самое главное, что я хотела донести до вас, показать красоту, оригинальность этой росписи, чтобы вы ее так же полюбили и влюбились в нее, как люблю ее я на протяжении всей своей жизни. Очень хотелось бы надеяться, что вы, друзья, получили толчок еще и к самостоятельному осмыслению этой росписи и включили свою фантазию. Какие-то оттенки свои внесли, какую-то интересную нотку, так как народная роспись, это относится ко всем видам художественного, народного творчества, как ремесленного направления никогда не стоит на месте. Каждый человек вносит какую-то свою нотку и если эта нотка хорошо ложится и она запоминается другими методами повторения, это остается не только в промыслах. Это как ручеек расходится по всей земле, питая своими интересными деталями других мастеров. И поэтому не только вы прошли этот мини-курс, но вы серьезно внесли большую лепту в сохранении и продолжении традиционной верховой росписи в хохломе. Ну, а я прощаюсь с вами и, конечно же, жду на домашних заданиях ваши вопросы, ваши пожелания. Если вам эта тема понравится, пожалуйста, откуда вы получаете связь с нашей школой, напишите туда, что бы вам хотелось продолжить, какую тему развить в этом виде техники. Я с удовольствием вот прочитаю, и мое сердце откликнется, и мы будем работать с вами в унисон. Итак, друзья, с вами была художник-преподаватель Зинаида Голубева и онлайн-школа «Русская роспись». Желаю вам удачи, терпения и большой любви к национальному достоянию нашей страны, уникальному промыслу, к охломам, которые нет нигде в мире, только у нас. Гордимся, рисуем, радуемся. Удачи! Зинаида Голубева Зинаида Голубева Кроме всех уроков, вы также получите полную запись вебинара к настоящему курсу. Вы можете приобрести курс по ссылке в описании. Зинаида Голубева 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 Субтитры создавал DimaTorzok Также в описании под видео вы найдете ссылки на наши профили в PayPal, Revolut и Patreon, с помощью которых вы можете поддержать нас, сделав пожертвования любого размера. Спасибо всем!